Всем привет! Это «Что-то не так». И сегодня не совсем обычный выпуск, потому что мы с моим героем, с Дмитрием, начали сразу так хорошо говорить, что решили не останавливаться и поймали поток. А тема безумно интересная, тема про то, как правильно подключиться к себе. И как наши привычки нами руководят. В общем, это безумно интересный и глубокий выпуск. Я, наверное, минуте на 20-й понял, что я даже не дышу уже. Я так внимаю каждому слово Дмитрия. Я уверен, вам очень понравится. А как так получилось, что ты долго строил успешную карьеру в разных крупных компаниях? А потом ты в одночасье решил, что всё. Или за тебя решила. Как это произошло? Конечно, это не в одночасье. Это не приходит такое, Богородица ночью поцеловала и сказала, меняй работу, меняй карьеру. Это не так. Но ведь же мы никогда не задумываемся, а зачем мы строим карьеру. Не почему мы её строим, а для чего. Где там точка конечная. Я в какой-то момент прожил такой этап, который, наверное, многие с ним сталкиваются. Это увольнение. Меня достаточно жёстко уволили. На пике карьеры я вдруг в момент осознал, что я оделся, я еду на работу, в костюме, на машине, я стою в пробке и думаю, куда я еду, меня уволили. То есть, я даже не задумался об этом. И я вдруг понял, что я ничего другого не умею. Я встал в те рельсы, я встал на те рельсы, вот с утра встал, и встал на те рельсы, на которых я еду с детского сада. Как будто бы весь этот путь, как будто отряд подготовки космонавтов. Вот ты должен... Ну, мы же... Моё детство в 90-х проходило. И что я слышал от социума, что я слышал от родителей, ты должен стать кем-то. Стыдно быть никем. Да, да, ты пока никто. То есть, когда ты там пытаешься проявлять, есть же такая шутка, когда у тебя ребёнку 16, у тебя в доме ещё один мужчина со своим мнением и без денег. И это же ужасно. Но, блин, что значит ты должен кем-то стать? То есть, получается, что тот, кто ты есть, ты априори недостаточен. Тебе надо стать кем-то. Иначе... То есть, найти самоопределение через профессию, через деньги и так далее. Нет, там целый букет, у кого как. И главное, дальше тебе же демонстрируют альтернативу того, что ты стал никем. Вот там не станешь, будешь никем, будешь дворником, тебя на дворника показывают. И почему-то это считается плохо. Ну, типа да. Да, смотри, а вот у него денег нету, вот он не может себе вот этого позволить, то, что ты сейчас вот ешь, у тебя игрушки есть или вот еду ешь, а они не могут. Ну, видимо, тогда, очевидно, так и было во многом. А дальше тебе то же самое в школе говорят, а потом я помню, когда была война в Течне, когда говорят, вот, иди-иди к телевизору, подойди, вот смотри, вот будешь плохо учиться, вот видишь, он в цинковых гробах везут, вот тебя также к матери привезут. И как бы у тебя и выбора-то нет, получается. Ты должен, а, стать кем-то, когда вокруг, а, более того, ты начинаешь искать школу какую-то, где, то есть я сам пошёл, поступил в школу, которая была одна из лучших, потому что там в ней математический уклон, там тогда уже занимались программированием, компьютерной графикой, это в 97-м году. И вот, а это будет востребовано, и ты видишь людей, которые такие же, как в отряде космонавтов идут, и они как бы вроде тебе друзья, а вообще они конкуренты. И это такое ощущение, ты такой, ага, вот как жизнь устроена. И ты такой начинаешь, тебе говорят, смотри-ка, будет, типа, хотя бы больше двух троек, тебя отчислят, и ты такой думаешь, блин, меня отчислят из отряда космонавтов, куда же я готовился тогда, а дальше институт, а надо же поступить в какой институт абсолютно, в престижный, а какие варианты есть. И начинаешь готовиться, подготовка к поступлению в престижный университет, это, по-моему, это уже подготовка космонавта настоящая, ты два года ничего не делаешь, только это. Семья из последних сил, что-то какие-то репетиторы, какие-то идеи, они всё время напоминают, что они это делают, и понятно, потому что они всё вкладывают в это, а как ты можешь их подвести, как ты можешь себя сам подвести, как ты можешь на их фоне стать в итоге никем, потому что там было так, в институт не поступишь, пойдёшь в армию. Боже мой, в какой-то момент я даже подумал, не так страшен чёрт, как его умолюют, что там в армии такого, с чем нельзя справиться, как будто бы это альтернатива успешной жизни. Нет, это будто бы проиграл, да, как будто проиграл, нам с детства говорили, что ты должен стать человеком. Ну? Что это такое вообще значит? Успех. В реальной картине мира. Успешный успех. Успешный на тот момент времени вот из всего поколения, которое сейчас, конечно, другое поколение выросло, но вот то поколение, которое конец 80-х, 90-е детство длилось, человеком значит быть успешным. Это значит, у тебя есть деньги, значит, ты можешь себе позволить вот это, тебя уважают за то, что ты там что-то такое важное делаешь. Ты был достаточно успешным человеком? Ты был счастлив? Нет. Не был. Я помню момент, когда я сплю, я понимаю, что не могу заснуть. Я просыпаюсь, что я завтра буду в направлении говорить. У меня же план не выполняется, ё-моё. И меня же не будут слушать. А какие-то, то есть, успех, как приходил, вот ты что-то добился, это очевидно здорово, даже просто глядя назад, ты понимаешь, вау. И ты не один добился, а ты с командой добился. Кстати, это вообще отдельная история, быстро стать руководителем. Это же было обязательным просто. Ты быстро стал? Да. В 22 я был директором по маркетингу. Ну, почти в 20, перед днём рождения, в 23 страховой компании. И всё, а по-другому я себе даже не мыслил этого. Как это? Как это? Как может быть по-другому? Ну, это сейчас я смотрю, я себе представляю человек в 23, господи. Мы же ещё ничего не знаем. Ну, типа. Ну, о чём вообще? Ну, нет, ну, по-другому никак. Всё, надо быстро стать, или ты как будто бы спускаешься вечно на потолок, иначе будешь вот, ну, чему-то не соответствовать. И ты фактически начинаешь достигать через давление на себя. На себя начнёшь давить. Ты такой, какой есть, вообще никому не нужен. И, блин, и хорошо бы вообще, ты даже не знаешь об этом. Ты просто ощущаешь это внутри, понимаешь? И давай разделим. Между того, что ты знаешь о том, что у тебя внутри такое есть, что ты достигаешь для того, чтобы соответствовать чьим-то ожиданиям. Это пол, это уже, знаешь, какой-то диагноз половина успеха в лечении болезни. А ты даже этого не знаешь. Тебя просто тащат туда. И ты по-другому не можешь. И вот ты раз, два, три, и тебе всё, что тебе не за тебя, всё против тебя. И получается, что ты такой боец, ты всё время за что-то бьёшься, ты говоришь какие-то впечатляющие слова людям, которые с тобой работают, чтобы они в тебя верили и шли куда-то. А если остановиться, спросить, а ты зачем туда идёшь? Я себе даже такого вопроса задать не мог. И я смотрю на многих людей, которые сейчас в топ-менеджменте находятся. Даже на любой руководящей позиции, если их спросить, а зачем тебе это? Не почему ты это делаешь, а зачем? И в какой-то момент я понимаю, что я сижу в кабинете с приёмной, там, со всеми атрибутами этого корпоративного, да? И я понимаю, что я работаю для того, чтобы вот это всё обеспечивать. Чтобы это было. Мне так фильм «Бойцовский клуб» вспомнился, я думаю, ёлки-палки, то есть я, получается, вырос для того, чтобы это было. Ну, вот это есть и. То есть мне в каком-то смысле и не только мне, но и всему этому поколению нашему не давали ответ. А вот получишь и, потому что говорили об этом те, у кого этого не было. Ты должен им стать. А что там делать, когда ты им стал? Тебе не говорили. Всё, а дальше ты уж сам. Ну, вот ты вот молодец, успешный человек. Ну, всё, вот и в 29 выглядишь, как в 43. Да. Так и происходит. Да. И усталость такая же, как в 60, точнее. Ну, может, ещё тело пока позволяет, но… У меня большинству не позволяет. Ну, кто-то просто не замечает, что ему тело не позволяет, оно потом достукивается другим способом. Например, до меня достучалось инфарктом в 35 лет. Вот так. И это не типа я испугался, у меня инфаркт. Нет, это накопленная история, образ жизни определённого, в котором ты не умеешь восстанавливаться, ты умеешь только рвать жилу, тянуть на себя. У тебя куча врагов вокруг. Ну, как врагов? Ну, врагов-то нет, но такие, как сопернички, мало кто поддерживает. И огромное количество стресса, твое тело постоянно в стрессе находится. Наши тела, они предназначены для такого. И постоянные коктейли с боевых гормонов в крови приводят к тому, что просто, ну, не предназначено тело для такого использования. Это просто очень неправильное использование тела. И оно всё привело к тому, что это просто накопленным эффектом случилось. И это звонок очень серьёзный. Очень серьёзный. Мне кажется, сейчас самый подходящий момент поставить лайк этому видео, поделиться им и написать что-нибудь в комментариях. Так, это полезное видео видит как можно больше людей. С чего у тебя начался путь знакомства с собой? А когда просто в один момент ты понимаешь, что я больше так не могу? Вот когда ты просыпаешься, вот это с утра, ночью, с утра, я не могу больше, я так не могу. И ты понимаешь, первая попытка начать какие-то успокоительные пить, их же по телевизору в огромном количестве в рекламе показывают. И везде тебе, и в контекстной рекламе. Не просто так. У нас больше всего вечером в рекламе показывают слабительные, если просто поглядеть, что там происходит, слабительные и успокоительные. Да-да. Потому что в стрессе кишечник неправильно работает. Просто это второстепенная жизненно важная функция, которую надо притормозить, когда ты в выживании находишься. Тебе не до пищеварения. И ты всё время, у тебя всё время так. И второе, это ты просто всё время на взводе находишься. И у тебя какие варианты? Алкоголь помогает хорошо. Но он сначала помогает, а потом больше забирает. Тоже об этом многие не думают в моменте. Потому что нужно заглушить эту боль просто. В моменте так и есть. Да-да-да. И ты думаешь, как бы в моменте, это значит не то, чтобы заглушить, а получить как будто бы аванс того счастья, к которому ты так сильно стремишься. Понимаешь? Ты при этом сказал, что ты утром просыпаешься, вот это состояние чёткое, что ты утром просыпаешься и понимаешь, я так дальше не могу. Не могу. А нам с детства говорили, а через не могу. Так и нет, так ты так всё время действуешь. Так и живёт большинство людей. Да. Нет, так ты только так и делаешь. Да. Ты только через не могу и делаешь. Но кто-то сходит с этого трека, который у тебя с детства прочерчен, и ты понимаешь, что вот всё. И у нас есть куча пословиц на это. Знаешь, нам с детства говорят, через не могу. Религиозные деятели говорят, Господь терпел и нам велел. Там и так далее. Есть очень большое количество вокруг этого, что в целом жизнь – это то, что нужно вот как крест тащить, и вообще нам ни разу она не дана для наслаждения. Тут два момента. Первый, наверное, исторически так сложилось, что у нас на нашу долю выпадали всё время испытания, где это приходилось делать. Вот. И поэтому, наверное, оттуда и идёт эта мысль. Просто никто о качестве жизни не задумывался. Речь всегда шла о выживании. И для выживания такой подход подходит. Масло масляное. Но тем не менее. Да-да. То есть, если ты в выживании находишься, твоё тело, когда испытывают постоянный стресс, оно же… Нам же кажется, но мы вдруг решили, что тело – это такси для мозга. И типа оно, вот если я… Из-за того, что оно нам подчиняется, я могу вот так вот делать, да? Кажется, что ничего, оно ни на что не влияет. Да нет, оно влияет. Оно замечает, у него есть свои собственные способы реагировать на то, что происходит. И оно, конечно, пытается нам помочь, но рано или поздно оно просто сбрыкнёт. И второй, сейчас, скажем, важный момент, второй момент. Когда ты, кажется, ну, подожди, а какой вариант тогда? Это что мне? Кажется, как будто бы два варианта только. Либо продолжать. Вот это, через «не могу». Да, либо сдаться. Да. И причём, что самое интересное, есть примеры, где люди, вот они были на коне, вот раз сдались, и нигде. Всё. Не дам шефт. Ой, не дай бог. Кажется, что просто два варианта есть. Да, и кажется, что вот тот, кто сдался, тоже какой-то неудачник. Да. Я тебе про тело просто хотел здесь сказать. Ты знаешь, недавно мне понравилась эта очевидная абсолютная идея, наверняка многие слышали эту цитату, но меня она почему-то зацепила. Метафора с машиной, что, ну, вот представь, всем сейчас, особенно зрителям мужского пола, будет особенно это понятно, когда, что тебе дают машину и говорят, что это твоя машина, на которой ты будешь ездить до последнего своего дня. Как ты должен о ней заботиться? Соответственно, в этот момент ты сразу же понимаешь, как о ней заботиться, как к ней вообще подходить и что делать, потому что это твоя последняя машина в жизни. Но почему-то у нас это вообще не срабатывает с телом. То есть, ты вот сказал, такси для мозга. А такси ты не заботишься. А такси ты не заботишься. Понимаешь, можно ли там, не знаю, покурить в такси? Можно. А своей машине лучше не надо. Особенно если последняя, но лучше не надо. И вот здесь о том, что мы реально не задумывались, что это последняя наша машина до конца наших дней, и всё, и вариантов здесь нет. Потому что оно само о себе заботится, оно само себя восстанавливает, но не так долго. Если мы создаём для этого нужную среду, ну вот я сейчас подолью чай, но прежде чем подлить чай, я тебе, конечно, вопрос хочу задать. Понимаешь? То есть, получается, что мы, когда рассматриваем мир в дуальной концепции, чтобы продолжать вкалывать достигаторство и вот это вот всё, то, чем живёт большинство людей, в разной интерпретации, приём мы сейчас не говорим только про успешный успех или топ-менеджеров. Есть много людей, которые работают на средней должности или на младшей должности, но при этом они продолжают всё равно ходить на нелюбимую работу, чем-то заниматься, периодически кидая запросы в космос, что типа я не понимаю, куда мне себя направить. Есть те, кто устал от этого всего и типа сдался, просто зашёл с трек и действительно всё, вот в какое-то незабытиё. Но из твоей подводки я понимаю, что есть какой-то третий вариант. Конечно. Какой? Конечно. Самое главное и самое, наверное, первое. О, отлично, давай. Спасибо. Одно из того, чему учим мы, наша команда, это вообще как задаться вопросом, могу я вообще быть другом самому себе? Другом самому себе? Да, то есть вообще увидеть, как бережное отношение к себе, вот я об этом поподробнее чуть расскажу, как оно рождает не только, то есть вообще фактически как тело вдруг союзником становится. Как вот, знаешь, если взять, к примеру, наездника и лошадь, ведь у лошади тоже есть своё понимание, что она хочет делать, что она не хочет делать, куда она едет, чего она не едет, она вообще наездника сбросить может. Так тело у нас, у нас тело в каком-то смысле, это животное, тело животное, потому что работает он под тем же принципом. И вот лучшие наездники могут на лошади и ров перепрыгнуть, и в горящее кольцо прыгнуть, они не бьют лошадь, они не через «не могу» это делают. Самой лошади вот эти прыжки в огонь нафиг не нужны. Не нужны. Они нафиг не нужны, но как-то они делают так, что лошадь хочет это сделать и прыгает. И делает это легко. И делает это легко. То есть мы не ставим вопрос о том, как «а давайте чуть-чуть снизим типа эффективность и типа чуть будем более здоровыми». Речь не про это. Речь про то, как не просто оставаться эффективным, как её наоборот усилить, но при этом не рвать себе жилы. Ты сейчас рушишь очень много как раз мифов, потому что один из самых популярных мифов, когда человек приходит с выгоранием, ему говорят «вам нужно восстановление». А что значит восстановление? Ну классическое, значит, вам нужно реализовать количество часов, в которых вы работаете, количество отдыха, который у вас есть. То есть чуть-чуть меньше работы, чуть-чуть больше отдыхать. И почему-то это правда не приводит к результату. То есть человек вроде снижает какую-то свою деловую активность, начинает больше спать, но при этом это вот как продолжение того, что ты сказал, с лошадью. Да, да, да. Идея в том, чтобы быть другом самому себе научиться слушать то, что происходит с телом. Это первое. Второе, заметить, какие привычки в нём существуют. Я же его, я же уже не новое тело получил, я же уже этого коня, на котором я езжу, я же уже дрессировал его. И самая главная дрессировка-то случилась с детства в моём, где все мои качества характера там сформировались. И первое, просто понять, что у моего тела есть собственная тактика и стратегия поведения, которая что-то любит, что-то не любит. Второе, что у него есть сформированные мной же самим и социумом вокруг привычки. И третье, а могу ли я что-то с этими привычками научиться делать, оставаясь другом к самому себе. Потому что почему очень важно оставаться бережным к себе. Это не значит жалеть себя, это не значит сделать из себя хрустальную вазу. Это же вопрос того, как я к себе отношусь, например, в моменты, когда у меня что-то не получается. Вот это через не могу, это что такое? Это откуда такое желание возникает? Оно возникает тогда, когда мне очень надо этого добиться, потому что если я этого не добьюсь, я какой? Плохой. То, что я с тобой сделал? Да. И смотри, важный момент. И получается, если я через вот такое действую, то и моё тело это же посыл транслирует для других людей. Лучшее, что я могу сделать для других людей, максимум, что я могу сделать для других людей, это максимум того, что я могу сделать для себя. Если я на самом деле себе друг, я бережно к себе отношусь, то и моё отношение к тебе, например, ну вообще ко всем, с кем я взаимодействую, от которых результат зависит, будет ровно таким же. Потому что если у меня внутри кавардак или очень что-то гнилое и неприятное, то если я что-то приятное тебе делаю, то это просто подделка. Это не настоящее, и люди это чувствуют. Вот в чём разница. Ты сказал важную идею о том, что быть другом себе это не значит жалеть себя. Когда у меня какой-то период стресса, я очень сильно устал, переработал. Хочется водки на ручке. Нет, у меня другое, да, на ручке хочется, водки не хочется. Это не мой случай, мне хочется сладкого пожрать. И то есть у меня есть мороженое для этого и есть шоколад. То есть это две моих, наверное, таких основные слабости. И я в этот момент себя жалею. При этом я понимаю, что я-то головой всё понимаю, что мне завтра будет плохо, потому что у меня нету стоп-слова. Когда я сажусь перед сладостями и себя жалею в этот момент, то у меня стоп-слова нет. И я нажираюсь так, что я появлюсь на следующий день, и мне будет просто плохо. И мне плохо уже в моменте, мне плохо завтра. И я даже по сути даже вот этим процессом, кстати, насладиться нормально не могу. А мы вот как раз сейчас ты говоришь о той второй части, о которой я говорил, это привычки тела. Да. Это вот этот конь, лошадь, на которой ты, он знает, что ему легко от этого будет. Когда-то ты в детстве, или там, не знаю, вот тебе говорили. Вот такое поощрение придумал. Ну, вот тебе, ну, хороший, вот тебе шоколадка. Ты устал? На. Да. Ох. Все. То есть, это вот уже привычка тела сформированное. Тело в моменте не может, все, что не приносит вреда прямо здесь, сейчас, поэтому, например, алкоголь, наркотики, в этом плане, они обманывают инстинкт самосохранения. Потому что, если бы надо было себя, например, ножом уколоть, хо, вот тут бы мы не сделали бы этого. Потому что, тело знает, о, это плохо. А в моменте для выживания сладкое супер. Понимаешь? То есть, вопрос, как увидеть, какие привычки у вас сформировались и откуда они растут. С чего начать этот маховик, знаешь, потихонечку разбирать? Первое, начать замечать, что со мной происходит, что происходит с телом. Я, вообще, базовый вопрос. Ну, вообще, есть очень хороший, этот алгоритм очень классно описан у Сергея Калинчева в книге. Адекватность. Сергей, наш главный методолог в команде нашей. И первое, о чём мы говорим, это про то, что надо просто начать видеть, что, как бы, куда мой конь едет. То есть, вообще, чтобы куда-то ехать, надо сначала начать замечать, что происходит вокруг, что с моей лошадью происходит. Нервничает она. Не хочет она что-то делать. Какое, в каком я состоянии нахожусь. Это первое. И делать это, не осуждая себя, потому что, первое, что мы сделаем, я заметил, что я злюсь. Блин, опять я злюсь. Чего я ленюсь? Заметить и просто понять, что это не расстраиваться от того, что я заметил то, что мне не понравилось. Как бы, ну, представьте, врач диагностирует, нашёл что-то, такой говорит, да блин, опять у него воспаление. Пфу! Ну, а зачем это делать? Как это поможет? То есть, фактически, я с новостью заметил, что лошадь нервничает. Как этот, анекдот есть такой, моя мама в детстве считала, что когда человеку плохо, ему нужна помощь, надо наорать на него, как следует, чтобы он успокоился. Вот, ну, то есть, это шутка, конечно, но... Нет, это поведение многих... Ну, да, ну, да, ну, то есть, потому что кажется, что обратная сторона медали сказать себе, бедненький, ну, вот тебе конфетка, да, и мы такие не хотим быть, мы же хотим быть сильными в целом. И вот, опять кажется, два варианта только. Но, первое, научиться замечать это, наблюдать за собой и просто в этот момент говорить себе, о, здорово, что я заметил, класс. И, например, у нас же не возникает идеи подойти и шлёпнуть, например, а в нас же и рептилия, да, у нас рептильный мозг, вот позвоночник можно проверить, если есть, значит, и рептилия в нас тоже есть. И лимбическая система у нас в голове, всё, что у млекопитающих есть, да, и неокортекс, у нас там целый набор животных внутри. Есть ли идея, например, подойти и шлёпнуть рептилию размером вот такого, например? Не возникнет же в голове... Комодского варана, да. Ну, вот подойди, шлёпни его, и посмотри, как он отреагирует. Или подойдите, шлёпните хищника, ну, например, млекопитающего хищника вот такого размера. Ну, шлёпни его. До человека подойди, шлёпни. Ну, ладно, я же, ну, что я там, ну, что я там, ну, это же не сильно, ну, это же не сильно. А дело не в этом, а тело не может, не знаете, сказать, не делай, мне это не нравится. Да, понимаешь? А ведь это дело же даже не только в физических шлепках, сколько уколов мы себе осуждением оказываем. Постоянно. Постоянно. То есть, мы постоянно себя награждаем, ещё аналог нематерный, звездюлями, чтобы всё время убежать от того, что мы чему-то не соответствуем. Да. Ну, и вот интересно у нас получается такая гонка, не пойми куда, с плохим отношением к транспортному средству, неотъемлемой частью, которой мы являемся, потому что если оно умрёт, ну, тоже. Первое. Начать замечать всё то, что происходит с тобой. Да. Во всех смыслах, и в том числе, ты вот сейчас говорил, я понимаю, что очень важным сигналом является ещё и общение. Ты иногда разговариваешь с человеком, и вроде всё нормально, но ты как-то вот, ну, ты чувствуешь... Конь начал дёргаться, что-то ему не нравится здесь в этом общении. На уровне чего-то ты чувствуешь, что-то не то, и даже такие моменты тоже прислушиваются. первое, это понять, что-то происходит. Что дальше? Второе, бережно к себе отнестись. Это как? То есть, не шлёпать себя. Просто порадоваться тому, что ты заметил, потому что ты теперь знаешь, что с этим делать. Лучше знать, чем не знать, правда? Однозначно. Ну, и всё отлично, я заметил, это уже здорово. Окей, я вижу, что мой конь встревожен, или ему плохо. если я себе друг, и если я заинтересован в этом коне, то, значит, моя следующая задача является ему помочь как-то. Помочь самому себе. И здесь есть несколько способов это сделать. А как помочь себе? Есть один из методов, который мы помогаем людям делать. Это научиться увидеть, а какие привычки в характере нас как будто бы тянут. Ну, например, тянут как-то реагировать. Например, не знаю, вот там взрыв случился, лошадь испугалась, куда-то побежала. Мне кто-то, я иду по работе, мне кто-то говорит, слушайте, чего там опять нам прислали? Да-да. А мне сразу же, да. Сразу же нужно защищаться. Ну, нужно сразу же, да. На тебя напали, ты это распраториваешь, как нападение. Да, да, на меня напали. Всё, всё, я, если на паузу нажать, сказать, слушайте, представим, что я друг обоим людям, подхожу, говорю, слушай, у тебя цель была напасть на человека, чтобы он испугался, показать ему, какой он непрофессиональный, чтобы он себя где-то там в глубине каким-то ничтожным почувствовал, это твоя цель была? И я когда у людей спрошу, вы так когда-то делали в отношении людей? Ну, вот так подходили и говорили им, слушайте, чего вы там прислали? У тебя какая цель-то была? Ну, чтобы разобраться, чтобы, блин, меньше вот это было, чтобы мы лучше результат получали. В рот. Ну, да нет, ну, давай так, ты наезжал на кого-нибудь? Конечно. Ну, итоговая цель какая была? Вот, сама цель была унизить, или, чтобы поменять что-то, что не нравится, чтобы в итоге стало лучше? Слушай, первую или вторую? Мне, в текущей моей версии, очень сложно ответить на этот вопрос, потому что, если отвечать совсем по чесноку, то мне кажется, что это микс из двух ответов, и в том числе, мне хотелось что-то поменять, но при этом еще и как-то, вот знаешь, мы же статусные животные, иногда вот, чтобы отожрать какого-то статуса больше, кого-то подавить, и как-то ускорить процесс достижения результата, то есть, это одновременно… Ускорить процесс, да, метод выбран так себе, метод так себе, да, метод так себе. Я долго учился тому, чтобы отлавливать у себя, вот, какие-то такие… Да, ну, например, говорят же, что мы больше всего на близких срываемся. Да, вот я сейчас про близких подумал. Ну, и что мы все время, наша задача, неужели, неужели срываясь на близких, твоя основная задача, каждый день, ну, не каждый день ты срываешься, но каждый раз, срываясь на близких, только одна цель, просто, чтобы они себя куском говна почувствовали. Вообще не такая цель. Ну, нет, конечно, нет. Мы хотим что-то улучшить, чтобы в конце концов у нас были лучшие взаимоотношения, чтобы у нас вот этого не было, вот этого не было, а вот это было и вот это. Цель такая, но метод фигня, конечно, полная, но саму эту цель человек, вот в этом состоянии, когда мы сказали, он даже о ней подумать не может, он даже о ней подумать не может, потому что ему в этот момент кажется только одно, всё, мне сейчас хотят показать, что я плохой, недостаточно хорош в чём-то, и так далее. И всё, и всё. А это привычка, это привычка, которая к нам пришла. Вот смотри, я здесь хочу как раз разделиться. Смотри, вот тот, кто сказал такую, соответственно, фразу, первое, что должен сделать он, он должен в голове понять вообще, какая его цель, что он хочет вот этим сейчас сказать. у того, который услышал эту плохую фразу, такой же пункт или другой, потому что тут же тоже срабатывает привычка, сразу же на меня нападает, значит, я должен защищаться. Ну, либо притворяться мёртвым, либо там убегать, в зависимости от того, кто-то в слёзы. В какой роли это сказал, да. Да, кто-то в слёзы. Вот у меня, допустим, наоборот, ровно проблема, из-за которой я долго страдал, и иногда всё ещё попадаю в лапы коварных манипуляторов, которые умудряются меня спровоцировать на акт защиты с моей стороны. Я, чтобы не играть в эту игру, и не вестись на ту привычку, к которой я привык отвечать, когда на меня нападают, что я должен сделать в голове? Тоже задать себе вопрос, а с какой целью этот человек это говорит? Первое, надо заметить, что со мной сейчас случилось. Ржану, ты знаешь, вот такая эмоциональная ответ, что я тебя сейчас просто разорву в коча. Да, мой конь стал на дыбы. Как ты посмел на меня хавальник открыть? Да, да, мой конь прямо сейчас встал на дыбы, у него из носа пламя, окей, я вижу это. И это практика. Чтобы так замечать, нужно какое-то время потренироваться этому. Ну, хотя бы пару раз сделать это так, чтобы хотя бы кто-то это откорректировал, понимаешь, да? Вот. Ну, либо просто прочитав ту инструкцию, которая есть в книжке «Адекватность», например. И вторая часть этого всего, понять, что вообще этот человек может иметь в виду. Что он сейчас делает? когда я имею цель? «Ага, первое, что мне кажется, что кажется мне из моих старых привычек…» Что на меня нападает? «От которых я сейчас просто так взять, вот так отказаться не могу. Не могу. Для этого работа определенная проделывается, я могу рассказать какая. Но могу ли я хотя бы больше, чем одну версию происходящего впустить к себе?» Да. И это только тогда, когда я бережно отнесся к себе и сказал коню. Первое, что наездник сделает, когда его конь не добы встал, он его постарается успокоить. Даже если ему придется в схватке участвовать на саблях, коня успокоить надо для начала, потому что он должен помогать, а не мешать. И вот чтобы мне хотя бы чуть больше, чем одна версия в голове происходящего появилась, мне нужно оказать себе первую помощь. Себе. Это как? Есть ряд способов это сделать. И если я знаю, как мой конь реагирует на какие способы, это что же можно… Есть универсальные способы. И здесь нет никакой ракетной науки. Все работает. У нас тела одинаковые. Дыхание. У нас тела, например, дыхание. Например, могу ли я успеть вот этот момент заметить и сделать вдохнуть. Я тысячу раз слышу, когда люди говорят, все, выдыхай, выдыхай. Звучит как будто бы заткнись. Да, да, да. И, знаешь, я ни разу не видел, что кто-то в этот момент такой сделал вот так. А, хорошо, сейчас. Что-то никто так не делает. Нет, этот момент, потому что… Причём это же говорят тоже про важную телесную составляющую, потому что человеку так зачастую говорят, когда видно, что он… То есть, он так вдохнул, потому что, понятно, мы должны обеспечить приток кислорода и крови к мышцам, потому что у нас зашкаливает адреналин, и мы дышать в этот момент не можем. Мы готовы для нападения, и нам важно не выдыхать в эту минуту как раз. Конечно. Потому что выдохнем после совершённого удара. Конечно. Моя задача – сделать действия, которые сбросят вот этот подъём энергии для атаки. То есть, их масса, и мы их на тренингах обучаем людей, и это не какие-то дыхания маткой, это не двухчасовые медитации. Это сложно в моменте, да. Да, то есть, нет, речь не про это. Очень простые, одного вдоха иногда бывает достаточно, но просто его никто не делает. Его никто не делает в моменте. Потому что нет такой привычки. Да. А нам нужно выработать новую. Если мы хотим быть себе другом, мы себе навырабатывали привычек вот так реагировать, ну, вот путь известен куда-то. Если я что-то нового для себя хочу, тогда мне нужно это вырабатывать. И это надо тренировать. И после того, как я успокоил себя, ну, по крайней мере, привёл в состояние, в котором у меня появляется чуть больше, чем одна идея, а чего человек хотел добиться, что это вообще значит. Может быть, он знает что-то, что я не знаю. Может быть, действительно ему ерунду прислали. А может, у него что-то случилось очень серьёзное. Мы понятия не имеем. Так вот, мне, чтобы вот это вот принять решение трезвое, что сказать, мне нужно сначала заметить, что со мной происходит и что с человеком происходит. Мне нужно интерпретировать то, что происходит. И мне нужно состояние в определённом. Мне нужно хотя бы, чтобы конь не в вертикальном положении был, хотя бы чтобы видеть, что есть. И после этого уже решать, в соответствии с тем контекстом, который у нас есть, что делать, ну, то есть, что говорить или что делать. И вот иногда бывает так, что успокоить коня бывает невероятно сложно. Людям просто очень тяжело, потому что, например, в детстве, в среде, в которой он рос, такие наезды нельзя было пропускать. Ну, потому что, когда ты маленький, там тебе лет 7, и к тебе подходят, и говорят, ты пацан или баба? Ну, я помню, это очень популярный вопрос был. Или ты рэпер или металлист? И ты говоришь, пацан, чем докажешь? Всё, если ты в этот момент не привёл себя в состояние, а ещё тебе дядя и папа говорили, выбери самого большого и бей ему в нос, тогда они отстанут. Или будет тебя всё время бить. И это правда так и работало. И тогда, это же не только такие ситуации, а ещё бывает миллион других ситуаций. Например, когда что-то сказали, например, про какой-то проект рассказывают, какой-то хвалят, а мой как-то не очень похвалили. И вроде на меня никто не нападал, да? Здесь-то с этой ситуацией более-менее понятно. Люди могут сказать, да ну, я на таких не реагирую. А вот, например, вот так вот. Или кого-то повысили, а меня нет, или зарплату мне не повышают. А у меня другие привычки срабатывают. Ну, вот, например, представим, да? Вот, а откуда они взялись? Откуда эти привычки-то взялись? Вот самое интересное. Знаешь, самое смешное, что эти привычки все, которые весь наш характер сформировали, появились в возрасте примерно с двух до восьми лет. И они не меняются. Как они происходят, очень забавно. Ну, например, не знаю, были ли у тебя ситуации, тебя в детском саду оставляли, забывали когда-нибудь, или после? Конечно. Ну, ну, вот. И ты такой смотришь, всех уже забрали, тебе играть не с кем, и воспитательница ходит, такая говорит, ну, чё, не нужен ты своей мамашке, где-то она там шляется. И вот как, какие выводы, ребёнок, который вообще не понимает, что происходит, он же вот пришёл в мир, ему же никто инструкцию не дал, сказал, так спокойно, ты человек, у тебя, кстати, две руки и две ноги. Он это всё опытным путём изучает. Видишь же ситуацию, когда ребёнок тянет себя за волосы, им же одевают такие, он же не поймёт, что это он себя тянет. И вот это весь мир ему предстоит узнать. И вот он узнаёт мир, ему надо какие-то выводы делать из этого. И вот какой вывод может сделать пятилетний ребёнок, например, или четырёхлетний, когда, вот, например, как устроен мир, вот какой он, когда его, например, вот так вот забыли, он же не знает, придут там или нет. Я вот, правда, реально не знал, придут за мной или нет. Слушай, ты вот сейчас говоришь, во-первых, я хочу сказать, что меня буквально несколько раз забирали последним. И я когда это всё ещё припоминаю маме и говорю, что помнишь? Вот, вот. Это уже в шутливой, конечно, форме. Мама моя говорит, слушай, это было буквально пару раз за всё время твоего хождения в садик, потому что я работал, потому что папа работал. Но ты это помнишь до сих пор? А я-то запомнил, потому что у меня из этого сформировался определённый ответ от мира. Понимаешь? Да, да. Мир какой в таком случае? Во-первых, несправедливый. Несправедливый. Так, хорошо. Женщины какие? Хочется сказать, забывчивые. Забывчивые? Это... Выдеваешь? Да, очень забывчивые. Так, мягко ещё. Да, мягко. Обычно ответы у людей, которые мы раскапываем, эту историю звучат жёстче. А я, а какой ребёнок при этом? Каким он себя чувствует? Плохой. Ну, или ненужный. Ненужный. А если он ненужный? Ну, то есть, почему он ненужный? Почему забыли? Потому что он какой-то, видимо, не самый лучший. Ребёнок, выводы... Хороших забрали уже. Да, ребёнок делает очень... Например, вот реальность, она сложная, она с разных сторон, а ребёнок видит вот так ситуацию. Да. Всё. Он не знает про то, что кто-то работает, у него нет этих понятий. Это он по барабану вообще просто. Не то, что не по барабану, у него это никак не складывается, ни в какую сущностную конструкцию. Итого, я сижу, понимаю, что я ненужный, плохой, видимо, мир несправедливый и опасный, люди окружающие вообще жестокие, забывчивые и безразличные. Ого! Ого, какая информация! То есть, при таких условных данных, мне каким надо, мне что надо делать тогда? Например... Лезть через забор, я один раз убежал. Лезть через забор. Ты знаешь, у меня у нас был на тренинге один случай, где девушка рассказывала ситуацию, когда её мама посадила на карусель кататься. И ушла. Вот. Нет. И она говорит, иди катайся. Ну, куда она денется с этой карусели? Вот, которая, знаешь, на верёвках такая, в кресельке едешь. Да-да-да. И она, а она курила. И она пряталась в кусты, чтобы курить, ну, чтобы ребёнок не видел, что она курила, и она пошла курить в кусты. А та заметила, что мамы нет. И почувствовала, что мир – это ужасная карусель чудовищная какая-то. Ей страшно было, а мама бросила, и, короче, ей надо из всей этой хрени быстро выбираться самой. И она вылезла из этой карусели, её, знаешь, на полном ходу, она ободрала всю кожу, и она бежит, ищет маму, и вот теперь её жизнь, вот смотри, теперь продлим это на её основную жизнь. И если мир – это чёртова карусель, на людей рассчитывать нельзя, на людей рассчитывать нельзя, я буду соскакивать откуда угодно, я буду проламывать стены, лишь бы только добиваться своего. И в итоге, во что это всё превратилось? В то, что у человека постоянно, часто испорченные отношения на работе, она ломает дрова, там, где не надо, выпрыгивает, и скаруселит, что это тебе надо было сделать? Надо было покататься, получить удовольствие, а ты сделал не то. И очень часто мы видим людей, которые как будто бы действуют не в своих интересах, начинают спорить там, где не надо, начинают подозревать других людей, там, где не доверять им клиническим образом, начинают, не могут удержаться от того, чтобы не вставить какое-то колкое слово кому-то, начинают всё время переживать, они сказали ли им, они имели ли в виду там что-нибудь другого, и так далее, и так далее. И вот вся жизнь, это продолжение вот этих привычек, которые мы уже, и ситуации-то эти мы забыть вообще могли, потому что люди себя некоторые вообще лет с шести-семи помнят ситуации. Например, почему твоя память держит именно это событие? Да, я не помню, что каждый день из садика. Но память держит не просто так. Знаешь почему? Потому что ей нужно удостоверять, потому что вот эти привычки сформировали твои несущие конструкции, на которых ты находишься. И память нужно всё время проверять. Я правильно выводы сделал? Я правильно опираюсь, что вот женщины такие, там мужчины такие, обратно связь укрепляются. Мир такой, всё, я действую правильно, моя картина мира сформирована правильно, потому что и задача больше не получать эту боль, больше не получать эту боль. И тогда возвращаемся назад, я, какие у меня варианты были не делать успешную карьеру, я тогда никому не нужной буду. Я помню этот момент, когда воспитательница сказала, сядь в этот домик, вот здесь вот, сиди, жди, пока твоя мать придёт, я ухожу. И я, блин, сижу зимой в этом домике, я не помню ни одной ситуации, чтобы я в 5 лет мог посидеть хотя бы секунду на месте. У меня все с ума сходили. А тут сидишь. Я сидел, и я прям отчётливо помню, видимо, пора умирать. Просто вот всё, мне жить больше не нужно. Ты на такой экзистенциальный кризис налетел в 5 лет. Ты знаешь, я тогда не осознаю, я даже сейчас осознаю, что чувства, ощущения были такие, то есть я просто сидел в углу, я просто по голосу слышал, как мама испуганная бегает, кричит, меня слышат моё имя. Я после этого из этого домика вышел. И я тогда неосознанно для себя решил, мне, блин, повторение этого опыта нафиг не надо. Я так больше не хочу. Я буду значимым для людей, чтобы они вот так со мной не поступали, потому что люди такие. И чтобы что-то поменять в жизни своей, в будущем, чтобы вот это вот мне из прошлого меня за задницу не кусало, моя задача вот с этим разобраться. Вот с этими ситуациями разобраться. Вот эти вещи мы делаем на подключении к себе, когда мы возвращаемся в детство, но уже в этой ситуации оказывается взрослый человек и выводы он взрослые новые делают. А основываясь на принципах человеческой памяти, мы не помним само событие, мы помним последнее воспоминание о нём. Мы как на кассетный магнитофон, помнишь, перезаписываем всё время? Да. И туда с собакой добавляются всякие разные шумы непонятные, знаешь, качество теряется, мы же это всё вспоминаем, и новая боль туда дозаписывается. Иногда вспоминаешь событие, думаешь, а тогда не так-то хреново было сейчас от этого, как сейчас, вспоминая про это. И когда ты перезаписываешь это человеку, то на самом событии это часто люди забывают. Он говорит, я не помню этого, просто не помню, как будто бы стёрлось. Ты знаешь, как взять этот провод, перерезать, чтобы новые выводы о том, какой я, какой мир сложились, а значит, я и действовать по-новому смогу. Кстати, напишите в комментариях, только честно, бывало ли у вас такое, что родители вас тоже забывали в садике, и какие чувства вы испытывали, и что вы поняли в этот момент? Для чего я всё это рассказал? Что когда я впервые сам это на себе ощутил, и увидел, как это поменяло мою жизнь, и после ещё особенно, знаешь, когда лежишь на операционном столе, а там же это стентирование через артерию делают, ты в сознании находишься, и когда ещё особенно хирурги в определённый момент перешли на мат, перестали со мной разговаривать, операция просто немножко не по плану пошла, ну, всё в порядке, слава богу, но в этот момент ты задумываешься, а я, типа, зачем живу? Ну, я вот сейчас могу помереть, могу жить, а я вот сейчас вот это всё, что я делал, это для чего? Как-то это таким резким прахом стало, и сейчас я общаюсь со многими руководителями, владельцами бизнесов, они иногда, вот у меня есть один из клиентов, она ей, ну, там, ну, за 60, она говорит, я в один момент, мне показали картинку, где человек приходит на тот свет, и у него за спиной такой мешок денег, оттуда яхты, там торчат машины, ну, такая карикатура, и вход типа, на тот свет, значит, рай, и смерть такая стоит, показывает пальцы, знаешь, как в аэропорту, когда бутылки выбрасывать надо, и там помойка такая огромная, и там яхты, пароходы, значит, деньги, заводы лежат, всё это, и все люди голыми заходят, и она говорит, все такие, ха-ха-ха, я третью ночь уснуть не могу, ну, потому что, например, мне-то не 60, у меня типа, как будто бы время ещё много, а ничего не меняется, а мне говорят, а у меня не так много времени, им нечего делать, и вот одна из, наверное, идей, что, когда я вижу, что, например, мой ответ был, зачем я остаюсь, я бы очень хотел, ну, и по крайней мере, наверное, в команду мы таких людей берём, чтобы вот это изменение, когда люди сами могут с этой программы, как будто бы с иглы своих прошлых зависимостей, детских выводов, иглы детских выводов могли соскочить, и как в корпорациях люди, потому что там, мы со своими привычками ходим везде, мы и в магазин с ними ходим, и на работе работаем с ними, и в постель ложимся, и сексом занимаемся, всё это, всё это определяет то, что мы делаем. И когда я вижу, как люди отключают старые привычки, получая новый опыт, это же ключевая идея в тренингах не рассказать какую-то Америку открыть, а опыт новый дать прожить. Вот то, что мы на открытых тренингах делаем, мы даём людям новый опыт прожить по-другому, чтобы новые нейронные связи у человека образовались. То же самое и происходит в корпоративных тренингах, когда людям любой может выйти к доске и сказать «команда, это вот это надо делать, вот это, вот это, вот это и вот это». Я часто говорю, знаешь, командная работа это как секс у подростков. Все говорят, ни у кого нет. Потому что, когда дело доходит до дела, вдруг, понимаешь, так-то у нас, я сижу на коне, конь отдыхает, я что-то рассказываю. А когда я вступаю в дело, вступаю в практику в какую-то, тут мой конь со своими привычками вылезает. И никого я не слушаю, не слушаю, никого я не поддерживаю, тяну я одеяло на себя. Или я замер, сижу с мебелью, сливаюсь. Или я постоянно вызову руководителю, бросаю. Или я в себя ответственность скидываю. И вот только получая практику, ударяясь об неэффективность, ну, в хорошем смысле ударя, никого мы не ударяем, конечно, ударяясь об неэффективность того, что ты делаешь. Получив новый опыт, только тогда человек, который эмоционально ближе человеку, к которому позитивные эмоции возникают. Вот почему, например, на тренингах у нас людей не унижают. Потому что, получив позитивный опыт, эмоциональный, когда опыт сопровождается, точнее, эмоциональным, позитивным эмоциональным подкреплением, то результат совсем другой. Тогда наше подсознание говорит, ага, этот опыт правильный, я на него буду опираться. И тогда это не выветривается, как какая-то теория, которую рассказывают. Слушай, у людей плюс-минус получаются одни и те же привычки, вот эти отрицательные, которые приводят к не тем действиям. Ну, ты знаешь, давай я тебе скажу так, я не могу их назвать отрицательными, потому что... Они, я бы сказал так, защитные наши. Да, они нас куда-то приводят, мы благодаря им чему-то добились, но у них есть цена, оборотная сторона медали. Да. И иногда эта цена такая, что ты смотришь, например, я, наверное, не буду название говорить банка, но он носит имя, фамилию одного человека, и ты смотришь на него, смотришь, как он говорит о своей команде, как он говорит о своей стране, в которой он состоялся, блин, о людях, которые в ней живут, которые ему доверили, о людях, которые там с ним проходили путь весь. И они же потом говорят, как им это неприятно было. И ты думаешь, а оно того стоило, а ну надо было так делать. Вот ты к этому шёл, ты этого хотел. То есть, с одной стороны, успешные успехи. Вау, гениально, гениально. Ну реально, ну реально круто. Ну офигеть как. Он нереально крут. А с другой стороны, вот это. А ты смотришь, человек счастлив, а что за его здоровье, как оно. И я не знаю, у меня внутри сжимается всё в этот момент. Чем отличается работа в открытых программах от корпоративных. Очень интересно. Отличается и сильно. В открытые часто приходят люди, которые говорят, с меня достаточно, с меня хватит. Которые начинают искать путь какой-то. А мы, конечно, сейчас посмеялись над дыханием маткой и всем остальным. Это как бы многие проходят. Да-да-да, я извиняюсь перед всеми, кто это делает. У каждого свой путь. Я так махнул сходу, может быть, это действительно полезно. Я правда не знаю. У нас нет матки, мы с тобой не можем это просто... Именно поэтому я ни хрена... Все цело оценить. Слушай, это стало такое устоявшееся просто словосочетание, под которое что-то там записывать. Просто потому, что непонятно, как этим органам можно подышать. На самом деле, вероятность всего имеется в виду какая-то глубокая медитативная практика. Абсолютно. Скорее всего, так и есть. И вероятность, которая многим людям помогает. Но на это просто поэтому не воспринимайте это как осуждение практики, а как просто метафора, которая подразумевает по-своему все плохое. Да, 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 да. Как бизнес-тренер собирательный образ всего плохого. И, блин, люди ищут, люди ищут способы. И особенно, особенно в этот момент ты ощущаешь трепет. Я не знаю, ну, например, мне кажется, что-то похожее. ну, у меня мама хирург. Уже много лет у нее стажа. И она говорит, есть разница, когда ты оперируешь, например. Я, говорит, не понимаю, как хирурги детей оперируют. Ну, не понимаю. Это же какая ответственность. Ну, то есть, у людей разное бывает. Кто-то бывает, знаешь, там, привык экранироваться от этого, а кто-то нет. Но это просто другой уровень ответственности. Потому что люди, действительно, они рассчитывают на то, что их жизнь поменяется к лучшему. Не на словах, не в рекламе. Поэтому это просто двойная ответственность. Но в корпоративных ее тренингах там ее не меньше. Потому что люди, которые туда чаще приходят, ну, чего их? Их позвали. Они иногда так и говорят. Давайте так. Меня сюда позвали. И мне прийти я, блин, не мог. И в каком-то смысле этому человеку тоже сочувствую. Потому что я могу себя на место поставить. Потому что он, может быть, тоже где-то пробовал. У него что-то не получилось. Его догнали и сказали, вот, мы тебе помощь причиним сейчас. И тут задача не испортить момент, в котором люди могут получить возможность увидеть, что реально они могут что-то поменять. Что они всей командой могут что-то на самом деле поменять. Что можно по-другому, реально можно. И это не просто бла-бла-бла, это прямо на выходе видно. Как люди меняются и спустя годы люди говорят, блин, а у нас до сих пор держат тайминг. Что-то выветрило, что-то ушло. Ну, неизбежно. Потому что привычки старые тянут назад. Но это шанс для меня, я так это рассматриваю, и я на это направляю людей в команде, что это шанс дойти до тех людей, помочь им вот с тем, о чем я говорил, которые возможно пока еще сами, может быть, не обязательно накапливать такой уровень боли, чтобы самому куда-то идти. И второй момент. Эти люди, вот эти люди, в основном мы работаем с компаниями, которые какие-то не системообразующие, но и многие из них системообразующие. И всегда, когда мы, например, работаем, например, ответ вырабатываем, ради чего мы на работу приходим. Я даже специальное слово миссия не говорю, потому что он так заезжен, как вот бизнес-тренер или дыхание маткой, такая же история с миссией. Но это вообще общий ответ на вопрос, вообще нафига козе баян, мы ради чего это все делаем. И когда люди вдруг начинают это осознавать, то есть, что они могут влиять на что-то, то есть, мы же все сидим и ждем, что кто-то придет и поменяет нашу жизнь к лучшему. Вот там есть один человек или 250 человек, вот от них это все и зависит, вот они все должны сделать, а мы вот, у нас все будет хорошо. Нет, качество жизни влияют именно эти люди, именно эти топ-команды, команды-руководители, от них зависит, как мы живем в стране, от них, это от их решений ежедневных, зависит то, ну, например, ряд людей сделали свою работу, ну, я не знаю, ты помнишь, тот же самый, ну, это стоит того, чтобы сказать, с Берр до 2007 года и сейчас. Это несравнимая компания абсолютно, я недавно ровно... А кто-то взял, кто-то решил, что, например, ты получал загранпаспорт лет 15? Ты помнишь это? Когда нужно было в 6 утра приехать... Ты помнишь это? Ты заходишь в коридор, белый коридор, куча народа, все двери закрыты, все, квест начался, и всем надо только спросить. И нужно было пораньше приехать, чтобы занять, и чтобы побыстрее там все это пройти процедуру. А в 6 утра спал в машине, реально. А машину на регистрацию ставил? Ну, все то же самое. Ну, кто-то сказал, слушайте, хорош, надо перестать это делать, ну, давайте сделаем по-другому. Как-то они соединили, как-то я помню, один из этих директоров на одном из тренингов сказал, вы знаете, когда вы мне говорите, что вы не можете поженить вот эту и вот эту базу, я вообще даже слушать не хочу. Вот люди там в этих моих документах, они какие базы женили вообще? Вы понимаете, что они сделали? Мне кажется, ну, как бы они нам всем пример показывали. Ну, к этому масса претензий, наверняка люди… Понятно, что все всегда можно улучшить, это правда. Конечно, конечно, и все они всегда недовольны будут, но эти сделали часть лучше свою, эти сделали часть лучше свою, ну, так ребята, а может и вы свою лепту внесете, если вы такая компания, и вы на многих людей влияете. И в этот момент сознание приходит, блин, то есть я могу ходить на работу не только для того, чтобы выживать, не только, чтобы кушать. И когда хочется спросить, ну, вы реально хотите приходить, вот, все это, вот, все делать, чтобы просто хорошо кушать? Чтобы выжить? Серьезно? И потому, что даже, когда ты вдруг докуда-то дошел, понимаешь, когда у тебя есть, что есть, и с маслом, и с икрой, то все равно вопрос, а нафига все это, он все равно остается. И когда вдруг команда может перенаправить свою энергию на то, чтобы реально как будто пользу приносить, а деньги, должности, карьера, это все следствием становится. Знаешь, мне нравится обратное определение слова денег, такое оно нехрестоматийное, обратное связь, как бы деньги это обратная связь на твою полезность общества, нет денег, проявляя полезность. Иногда, конечно, говорят мне, а как же врачи-учителя, но тут у них другая валюта просто, они признание получают. Я иногда... В ряде стран все-таки нужно сказать, что все порядке. Я уже не стал про это говорить, в некоторых странах врачи, это самые высокооплачиваемые сотрудники, но тем не менее, это реально работает. Вот как, например, перестать... Как только человек ощущает, что он это делает для чего-то настоящего, очень большого, то тогда и выживать не надо. Тогда идея выживания отваливается как этот... от сапог. Подсохло и отвалилось. Два вопроса очень важных. Да. первое. Я правильно же понимаю, что нас кто-то может послушать и понять, что вот у него есть привычка, привычный набор действий на какие-то ситуации, и что надо бы от этого избавиться. Что избавиться, по сути, нельзя. Можно заменить другой привычкой. Да. То есть, нельзя убрать на ничто. Да. И это очень важно, потому что... Ну, я сейчас, наверное, не возьмусь. если я гневливый человек, допустим, моя привычка... Гневливый? Да. А, господи, я уже... Гнев. От слова гнев. Злюсь часто. Да, то есть, это не мой случай, но я встречал людей, которые действительно так проявляются. Понимаешь, особенно на дороге просто весной особенно заметно, когда ты видишь вот этих вот сигнальщик, понимаешь, там всё, секунду просто подождать неспособных. Да. То нельзя просто сказать себе, что знаешь что, это вот там вот у меня вот такая-то моя реакция, я её полностью убираю всё. И я, значит, вот когда возникает какая-то ситуация, я никак не реагирую. Интересно, как это выглядит никак. Ты такой, как же мне реагировать, непонятно. Нет, нет, конечно, нужна новая привычка. есть, конечно, ещё способ, хотя это в любом случае новая привычка, даже если вы в монастырь в Тибетске отправитесь, вы всё равно замените старую привычку на новую, определённым образом реагировать, например, испытать сочувствие к этому человеку, вспомнить, как я так сам делал когда-то, понять, что в этот момент человек испытывает, ему же хреново в этот момент. Неужели есть идея, что человек, который бесконечно давит в клаксон, когда только загорелся зелёный, что он на трассе Формула-1, и он ходит, нет, ему в этот момент хреново. Ему кажется, что если человек перед ним тут зазевался, то это он демонстрирует ему своё отношение к нему. А это вообще не про него. А это вообще не про него. Такая, а 90, ну я не знаю, сейчас от балды сказал, так а всё вообще часто не про нас. Всё. Очень редко что-то прям про нас, прям вот точно про нас. И мы, и наш конь иногда неверно интерпретирует, что произошло. Она всё время нас не уважает, нас там ещё что-то сделает. Да, достаточно к коню подойти, сзади не подходить к нему. Причём в корпоративных делах, вот если вот серьёзно разложить, и там всех сотрудников вывести на какую-то беседу, там выяснится, что меня недостаточно уважают, причём коллеги, начальник. не ценят. Какая-то вот такая вот игра, а она под собой, ты встречаешься с другими, говоришь, почему ты вот не уважаешь Петю, а он скажет, в смысле? Там, это под собой имеет там конкретные показатели, ещё что-то, или в целом, то есть, или человек такой, ну бывает такой, что, который не умеет нормально относиться к другим людям. Но он не умеет относиться с точки зрения других людей, в его системе координат это нормально. Нормально. Это нормально. Это первый был важный вопрос. Второй. Мне хочется очень сильно разделить, чтобы у людей было чёткое понимание, что всё, про что мы с тобой сейчас говорили, это вообще не про эзотерику. О, нет. Но многие могут показаться, что мы сейчас с тобой сидели, говорили на каком-то инопланетном языке. А где? В какой области? Наверное, не знаю, про коня так это язык аналогии. Мы же про тело говорим. Нет, не про коня. А в целом, понимаешь, многие люди отбрасывают от себя мысли и идеи того, что вот у меня есть некоторые привычки, которые сформировались с детства. И многие говорят, да, фигня полная вообще абсолютно. Человек потрясающе получил качество уметь быть закрытым от всего, если он захочет. Иногда, знаешь, кто-то боится на кладбище ходить, там какие-то мёртвые духи, может как-то повлиять плохо. Если бы это было, мы бы уже здесь, у нас бы целое государство духов было бы, оно бы нами управляло. Ну, мы сидим на кладбище, по сути, за все это время. Да, вот, в общем и целом очень достаточно просто посмотреть, как на нас эзотерика влияет. Особо не влияет, да, вот то, что мы всё боимся по телевизору, как-то оно вот не управляет нами. Если бы это так мощно было, бы это всем нами управляло, и вообще мы бы тут были бы самыми низшими в ступени. А человек от всего закрыт, если захочет. Мне кажется, вот этот такой, вот пусть это будет эзотерическим элементом единственным, мне кажется, это какой-то дар, не знаю, Вселенной, Богу, кого хотите, вот не веришь, значит, этого нет. Всё. Для человека так есть. И если мне проще думать, что это всё фигня, ну, значит, так для меня это и есть. Значит, для меня это фигня. Ну, значит, я останусь тем, что у меня есть. Если я уже прокачался, какой-то близкий и дорогой мне человек, он ещё не, ну, то есть, я уже научился, научился отлавливать какие-то свои поведенческие составляющие, с ним правильно работать, перепрошить себя, и правильно подключиться к себе. А близкий человек нет. И я вижу, в какую игру он со мной играет и с собой играет. Как я должен правильно ему сказать, что, слушай, ты вот сейчас вот это вот сказал всё или сделал всё. И вот что я должен после этого сделать, чтобы правильно обратить его внимание, и чтобы он стал хотя бы тоже задумываться. Ты знаешь, в моей картине мира она может быть ошибочной. работу, которую мы проводим с собой, нацелена на то, чтобы лучше взаимодействовать с людьми в том виде, в котором они есть. Не менять людей? Нет. Требовать от людей осознанности или стремление к саморазвитию бессмысленно. Ну, это значит просто не уважать их как людей. Ну да, их выбор вообще. Как созданий просто. Ну, типа да. Созданных из разных. Вот. И наша работа внутренняя, которую мы проделываем, она создана для того, чтобы вот с теми людьми, которые есть, которыми не являются, и которыми они вообще прекрасны, можно было взаимодействовать, не дёргаясь. Ну, чтобы мой конь, не знаю, в базовой установке вот что-нибудь хлопнет, он побежит. А тренированный армейский какой-нибудь, так он и не отреагирует ни на что, даже на ранение может не отреагировать. Да, даже взрывай сколько угодно рядом с ним, он будет спокойно. Да, и эта тренировка делается для того, чтобы он был лучше приспособлен к тем условиям, которые есть вокруг. Очень часто люди, посещая психологов, которые не дают никакой практики, а просто рассказывают, что произошло, именно стараются поменять всех вокруг и не замечают, что используют эти знания как оружие против других людей для того, чтобы просто себя приподнять над ними, не решив своих проблем, знаешь, как это. Есть такие смешные просто... С собой не справились, берутся за других. Смешные рилсы, когда ты там, посмотришь, что, когда я иду от психолога, хана вам всем, то есть, когда тебя вот этим вооружили, и такой хана вам всем. Так и есть. Поэтому, выбирая психолога, выбирая людей, с которыми вы пройдёте, важно понимать несколько вещей. Первое. Учит ли человек этот, помогает ли он научиться наблюдать за собой? Потому что, ведь если я кого-то начал поучать, о, это тебя проблемы с матерью, тебе нужно подразбираться с ними. Я вообще заметил, что сейчас со мной произошло. Я этот свой порыв увидел, что я хочу самому утвердиться. Я его обнаружил, удивился ему, расслабил его. То есть, если я не умею, первое, учит ли наблюдать за собой? Второе. Как он тренирует меня, как действовать? То есть, какая практика, какую практику он мне даёт? Наблюдает ли он вместе со мной за тем, что происходит? Действует, даёт ли он мне понимание, какие изменения надо в поведении сделать из нового состояния этого своего? И что на выходе поменялось после работы с этим человеком? Как жизнь человека поменялась? Если человек говорит, ну, я теперь знаю вот это и вот это, я теперь лучше вот это и умею, кстати, ставить свои личные границы. Мне вообще особенно нравится. Это получается, как я хожу на бизнес-сеансе обезболивания, где меня слушают, мне поддерживают, мне поддерживают, но без этого человека я сам действовать не смогу. Вот это тоже, кстати, в книге части целая глава по этому поводу есть, как выбирать человека, который может помочь. Вот, и в этом плане мне кажется, главное, что главный критерий вот вообще в личностном развитии очень простой, что я начинаю делать по-другому и как я к себе относиться начинаю. От этого просто зависит то отношение, которое я буду транслировать на других людей. И тогда мне просто проще и эффективнее жить и взаимодействовать с другими людьми. Я с ними меньше соперничаю, они со мной меньше соперничают, они меня поддерживают, я их поддерживаю и в целом мне просто я результатов гораздо больше добиваюсь. Я просто как будто бы начинаю работать в какой-то, как бы жить в команде какой-то, когда есть люди, которые заинтересованы в том, чтобы у меня все хорошо было. Потому что общение со мной для них это не стресс, а поддержка, восстановление и все остальное. Вот смысл работы над собой, как я его понимаю. Три финальных вопроса. Мир хороший? Ты знаешь, я очень стараюсь уйти от понимания хороший. Что такое хороший? Кому хороший? Я бы сказал, наверное, так. Есть ли смысл в этом мире и может ли быть тебе хорошо в нем? Вот тут я скажу да, конечно. То есть, мне может быть хорошо в мире. И он может быть любим. Мир любой, мир всякий. Мир всякий абсолютно. Знаешь, как вот есть, говорят там, в чем разница между пчелой и мухой? Как бы, по сути, одно и то же, только одна фокусируется на цветах и меде, а вторая на говне и мусоре. И это все в мире есть, понимаешь? Как и в человеке. В любом можно найти до полукилограмма говна. Потому, что там есть. А у некоторых даже и больше. Ты просто, это нет, это я не сейчас не с осуждением людей, а продолжение темы, с которой ты начал, что рекламируется, что у людей запоры. Это умник. Даже больше в прямом смысле слова, а не значит, что человек говно. Поэтому ответ такой, можно ли, чтобы тебе было в нем хорошо? Ну, конечно, это вообще задача человека, потому, что если у него дети есть, это первое и одно из главных вещей, которое имеет смысл научить детей. Видеть, что тебе может быть хорошо. Что можешь справиться сам и тебе может быть хорошо в мире. Вот две родительские задачи. Кто такой цельный человек? Ты знаешь, мне кажется, это человек, который может определять, как ему быть и друг ли он при этом себе. То есть, когда он востребован и он друг себе. Как только он может быть полезным, человек востребован. Может быть, не сразу, может быть, не в сию секунду. Полезно по-настоящему, когда другие люди ощущают полезность. Не мое представление о моей полезности, а в понимании других людей. Я друг себе, и я полезен. Потому, что я могу быть полезен, я могу быть себе не другом. И тогда я себе врежу. И другим, кстати, подспудно вредить начинаю. Вот мне кажется, если так отвечать, я не задавался прям таким вопросом, а если бы мой ответ такой, что я полезен, я себе друг. Ты много сегодня говорил про быть другом себе. А что такое в целом дружба? Дружба. Ты знаешь, это роль, это роль, которую надо понимать, первое, свое понимание настроить. Знаешь, это как спросить, а что такое муж, что такое сын? Друг, это роль, у которой есть несколько задач. Ну, если это так вот разложить, ты сейчас спрашиваешь, что это, то задачи очень простые. Первое, чтобы, например, вот мы с тобой, предположим, мы с тобой друзья. Можешь ли ты на меня опереться, и хорошо ли тебе со мной? То есть, встречаясь со мной, ты восстанавливаешь энергию или тратишь? И можешь ли ты на меня опереться просто? Вот я встречаюсь с собой, я трачу энергию или восстанавливаю? И могу ли я опереться на себя? На то, что во мне на самом деле есть? Потому, что, когда тебе говорят, ты еще пока никто, как будто бы в тебе не на что опираться, а в тебе дофига на что есть опереться. Финальный. Как правильно идти к своему счастью? Знаешь, мне очень понравилась одна мысль, что невозможно идти к счастью. Его это же, блин, знаешь, так прикольно, мне понравилось выражение садгуру, нет никакой жизни, кроме прямо вот сейчас. Вот сейчас, вот, вот, это вот жизнь. Потому, что то, что было, уже никогда не будет, ну, никогда этого не будет. а то, что было, ещё не, ну, не факт, что это то, что будет, я имею в виду, то, что будет. Мы не знаем. Да, я могу упороться, представляя себе конструкции, ориентируясь на прошлое, пугаясь их, выбирая наилучшее, предсказывая, блин, и всё равно этого не будет. Ну, или не в том виде будет. И, как он говорит, это же, получается, мы то сидим перемалываем прошлое, то в будущем. То в будущем, ну, как будто точно не здесь, вот не опять, боюсь опять попасть в ловушку, здесь и сейчас, в потоке, в моменте. У нас всё классно, кстати, заметил, сколько успели попортить, да? Но, тем не менее, то есть, он говорит, я боюсь того, чего нет, это же вообще форма сумасшествия, бояться того, чего нет. Но, вот, счастливым можно быть вот прямо сейчас. всё, завтра счастливым, я не знаю, я посмотрю, как вот будет момент, я себя спрошу, прямо сейчас, я счастлив? То есть, мне хорошо в этом мире, а я друг себя сейчас. Так и хочется, знаешь, в конце завершить, сказать, не откладывайте счастье на завтра. Ну, просто это тупо невозможно. Это технически невозможно во всех смыслах, потому что завтра никогда не наступает, оно каждый день завтра, и получается, что счастье у тебя будет каждый день завтра. Да. Спасибо тебе огромное за этот очень тёплый и очень продуктивный разговор, и я хочу только пожелать, чтобы как можно больше людей пришли на открытые программы, на корпоративные программы, и вот подключились самим с собой. Спасибо, дорогой. Спасибо. Спасибо большое, что досмотрели этот выпуск. Подписывайтесь, ставьте лайки. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok